да ребята я прошу прощения игра вылетела в принципе да благо что я сохранился поэтому да вот мы попробуем все-таки заштурмовать цирки в принципе да преимущество на нашей стороне так что никакие вылеты меня не остановят наши враги ждут как свиньи на бойне они будут кислыми если мы позволим им слишком долго творится в своем страхе а значит атаку просите без промаха кричите боевой клич взывайте к богам попросите у них силы и вселите страх в души наших врагов ну что ж ну здравствуй цирта дорогая скучала по мне так как же мне лучше штурмовать наверное с двух сторон да как вы думаете наверное лучше с двух сторон здесь как раз прямые дороги в обход дворца наместника так давайте бросим тарану тарана у нас понесут наемники так наши бычьи воины так отлично храбрейшие голые кельты немножко конницы стрелковый так ну и вот это вот пожалуй это ерунда так вот так ну и вот так вот отлично ломаем стены захватываем город да они здесь еще что-то прикрывают вот этот проем в стене хорошо так ну что ж принципы кстати таран может и сгореть так 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 таран уже у стен наши воины атакуют настало время для великих подвигов так ну что ж отлично да ну не знаю мне кажется у римлян здесь шансов мы очень очень мало отбиться стены стены в любом случае очень очень скоро поддадутся так так может быть подвести кавалерию поближе ммм ммм было бы наверное неплохо так 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 стены стены поддаются стены поддаются так 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 да вот вот заводим пехоту как и а и и и и и и так отлично давайте пока что стрелковой конницы и обстреляем этих вот псов так принципы уже убегают так рывком занимаем площадь так рывком значит занимаем площадь да нет не получится рывком занять потому что римляне да вот стягивают все свои войска обратно вражеские стены разрушены наши воины теперь получит волю крови и сокровищ слушайте ребятки мы возвращаем наши земли что тут как бы похвалится то особо и не надо так давайте этих гастатов зажмем нашей пехотой и уничтожим было бы очень неплохо наверное подтянуть остатки наших сил и не пробили стены а теперь в атаку не знайте жалости так ну да опять все превращается в какую-то свалку ну вот в римляне очень упорные смотрите как они держатся до конца наши войска к сожалению не могут таким же свойством похвастаться так ребятки ну давайте сдавайтесь и покончим с этим вражеский военачальник мертв убить вашими храбрыми воинами храбрыми воинами типа пошутил до так ну да как я в принципе и говорил римлянам здесь ничего не светит победа вот награда воинов великие победы достаются только лучшим из лучших так ну что ж безоговорочная победа отлично так давайте мы займем цирку так я вот хотел вот священный круг езуса все-таки же здесь построено так этих голых кельтов больше не буду так уж массово использовать как мне кажется лучше лучше будет бычьих воинов так ну и мне вообще нужно кавалерия готовы поднять паруса готовы поднять паруса да да капитан корабли готовы до капитан да да капитан разделить войска сойтись кораблей до капитан ходы кончились так хорошо хорошо так вот еще подкрепление бычьих воинов здесь корабли готовы готовы поднять паруса ставить паруса корабли готовы так но это сюда вроде бы да так но есть еще римские здесь войска разбросаны они конечно же но в принципе не бы кавалерии подтянуть на самом-то деле было бы очень здорово так ну и в лимане если бы отбиться ну тогда бы вообще бы был бы праздник на нашей улице так но положение все равно остается довольно-таки тяжелым так да в общем то мы цирту захватили давайте сохранимся если вдруг будет еще вылет но довольно таки странно вылеты в риме ну очень редкие сейчас ну хорошо что я сохранился да хорошо все таки что я сохранился и более не менее нормально можно переиграть а так да все было бы куда печальней движение невозможно так ну что ж ладно давайте сдадим следующий ход в общем-то лиману 6 ходов но пока что галлы не строит никакое осадное оборудование даже не знаю смогу ли одержать победу но сами видите эти голые кельты что с них взять с этих убогих жду вашей команды я поговорю с ними не хотите как хотите конечно так и думал так агер из малаке хороший полководец не знающий страхом 21 год две звезды командования ну что ж давайте возьмем этого парня как бы полководцы нам очень сильно нужны потому что мы постоянно мы постоянно теряем главнокомандующих так римляне начали войну с македонией так дом брутов галлия дом брутов и дакия разорвали свои союзы ну чтож вообще я честно говоря всегда за когда у римлян много врагов я только за так отлично готовы поднять паруса ставить паруса в принципе я так и думал честно говоря я как бы на это и рассчитывал что галлы снимут осаду с лимона и бросятся к нарбону мартию на помощь повелитель ха ну даже не знаю честно говоря даже и не знаю как бы хочется знаете и нарбон марти захватить и галла в дураках оставить в общем то да хочется все и сразу нет больше полководец придется для начала очень крепко подумать в принципе если отступить то галлы опять будут осаждаться лимон а если вот здесь вот засаду устроить как бы может быть он обратно повернет к лимону и тогда мы получим шанс все-таки же захватить нарбон марти принципе как идея почему бы нет можно дать ей жизни так ну в цирке даже не знаю но разбивать римлян что ли не давать им собираться вот тут еще и лучники уже есть да ребята мне кажется все таки же давайте все таки же да вот разбивать римлян потому что они уже совсем обнаглели подтягивают много сил сегодня победа очень близка идите в бой с открытой душой и горячим сердцем и мы победим а теперь скляните на врага остерегайтесь их хитростей и отправьте их братцам кровавой пени по моему приказу так отлично войск у нас конечно же много только это как бы меня не знаю но не особо так радует ну что ж давайте да вот потихонечку выдвигаться в римскую сторону попробуем зайти наверное с холма ну и потихонечку сблизимся с римской пехотой вполне возможно наши бычки так называемые которых наверно никто так не называет кроме меня но не в этом суть я хотел сказать что наши вот бычьи воины вполне возможно смогут обратить в бегство вот этот легкую пехоту сцепионов это ведь гастаты да вроде бы здесь все гастаты так да жаль конечно что они не не умеют пугать вражеские войска так ну что ж да ребятки пока вы подтянетесь пройдет дофига времени да в общем то думаю из-за вылета мы сделаем как бы серию такую вот из двух частей так что думаю да вот еще проведем эту битву ну и думаю будем потихонечку заканчивать так отлично подтягиваются наши силы да вот странные эти римляне отдают нам холм в принципе для них же и хуже для них же и хуже если они так себя ведут да ну в принципе если вот говорить о в принципе таких вот масштабных планах то конечно же да вот нужно действовать вот этой вот армии в африке потихонечку как мне кажется укомплектовывать ее бычьими воинами хотя в принципе я так до сих пор и не особо распробовал эти войска в принципе голых кельтов я прямо знаете вот объелся ими они просто ужасные войска просто ужасно так что в принципе голыми кельтами действовать явно не хочу а вот бычьих воинов но я не знаю пока что я еще и не изучил как они себя ведут в бою как они держатся я надеюсь что получше будет если будет получше то действительно да вот ими действовать можно будет так отлично взлетаем нашей пехотой на холм гримляне уже наши начали обстреливать своими лучниками наши войска так один процент мы потеряли зато мы заняли высоту так давайте перестроимся опять же да вот у меня полный разброс в армии а так ну что ж давайте опять же сближаться так отлично так отлично пусть наши бычьи воины обстреляют гастатов пиломами или чем они там дротиками стрелять так отлично бегут римские собаки так ну что ж давайте начнем шоу в да м я Так, отлично. Пока что все складывается довольно-таки неплохо. Римляне бегут, мы их давим жесточайшим образом. Так, ну что ж, отлично. Хорошая победа. Капитан Плак в принципе лежит мертвый. Так, ну а нам нужно добивать римские войска. Как мне кажется, это обязательное условие для победы в этой битве. Так, в принципе, да. Семь процентов потеряли мы. Сто процентов потеряли римляне, а именно сцепионы. Победа, вот награда воинов. Великие победы достаются только лучшим из лучших. Так, отлично. Безоговорочная победа. Великие победы. Так, отлично. В свете нашего полководца уная римский перебежчик. некоторые люди придают собственный народ по разным причинам ну да некоторые да алка водит в принципе да вот одну римскую армию мы разбили и это прекрасно вот здесь вот еще два хода у нас цирте и построится священный круг езуса и в принципе мы сможем здесь вот обучать и переобучать бычьих воинов мне кажется это будет уже намного легче ну и в принципе да вот отсюда и сыр ты можно будет уже нас наступать на карфаген фабс сюда вот в сторону сторону восточной части этого региона в принципе да вот ну лемон пока что мы еще удерживаем но насколько я понимаю вот нам противостоят две армии галлов в принципе да у нас есть одна довольно-таки сильная армия относительно в принципе да вот можно чтобы не забыть еще конницы нанять воски в принципе можно формировать наверное еще одну армию потихонечку да вот строить вот этих вот бычьих воинов а ну и формировать здесь вот армию еще одну двумя тремя армиями ну куда легче будет воевать с галлами чем могу служить я поговорю с ними ну да если бы они еще хотели перемирия мой повелитель ну было бы вообще замечательно кстати да вот пергам по моему захватили эти каких понтийцы да смотрите а греки захватили этот как его афины коринф спарту контролируют так тут уже по моему брут и все всю македонию в принципе хорошо брут и могут вот так вот еще из с галлами воевать вот угол и здесь удерживают далмацию в принципе брут ему могут оказать давление на голов что только мне сыграет на пользу так все также у нас 11 регионов мы один потеряли ну и сразу же буквально его отбили обратно в принципе да особо мы в этой серии ничего не приобрели но с другой стороны немножко как мне кажется упрочили свои позиции формируем уже куда более профессиональную армию в принципе все все думаю наладится самое главное нужно вот просто разбивать римлян потихонечку вот давить галлов и тогда все будет хорошо ну что за всем прощаюсь ставьте лайки комментируйте подписывайтесь на канал пишите что вы думаете по этой ситуации как лучше всего поступить может быть имеет смысл посадить одну армию на корабли и высадить высадится вот сюда вот десантом в капы ну или вот сюда вот ареции и так далее идея кстати довольно таки неплохая ведь у нас есть флот в принципе это можно как-то реализовать или высадится вот сюда вот на сицилию в принципе да вариантов много я жду ваших советов а за всем прощаюсь всем спасибо за просмотр увидимся услышимся в последующих сериях и прохождения еще раз всем спасибо будьте здоровы всем пока